Сирийский генеральный штаб заявил сегодня вечером, что на юге страны найден брошенный склад террористов с униформой правительственных войск. По меньшей мере 500 комплектов одежды, а также оружия и снаряжения боевики ИГИЛ собирались использовать при проведении разведки и совершении диверсии в прифронтовых районах, сообщили в Дамаске. Армия президента Асада продолжает теснить исламистов сразу на нескольких направлениях при поддержке ополченцев, среди которых есть и потомки выходцев с Кавказа, осевших в Сирии еще в начале 20 века. Репортаж Сергея Зенина. Анзор закрывает лицо, потому что в его деревне сейчас террористы. Близкие могут пострадать, если бандит узнает, что он воюет на стороне правительства. Дед уехал из Адыгеи в 1903 году. С тех пор семья живет в Сирии. Эта комната – мое временное пристанище. Здесь я сплю, здесь общаюсь с друзьями. Снимайте куртку, будьте как дома. Он один у своих родителей. По сирийским законам единственный сын не должен идти на войну. Но Анзор решил, что это будет позором. Записался в ополчение. Я сражаюсь за свободу, за Сирию, которая была. Чтобы здесь жили христиане, мусульмане, евреи. Мы раньше не спрашивали друг друга, откуда ты. Ты сириец, значит ты мой брат. Он командует отрядом из 200 человек. У большинства – кавказские корни. Эти войны всегда на передовой и на самых сложных участках. Откуда ты родом? В Кавказе. Руссии. В Сирии их не делят по национальностям. Называют просто черкесами. Этот пригород Дамаска, который они защищают, был отчасти заселен семьями с Кавказа. Вот это черкесский дом. Здесь жили кабардинцы. Ничего не осталось. Там, напротив, тоже все разбито. Жила семья из Абхазии. Вся эта улица в Кавказах. Везде были наши, по крови. Большинство террористов в этом месте – головорезы из ИГИЛ. Поначалу вели себя очень агрессивно. Пленных не жалели. И этого никто не забыл. Если они придут к нам с поднятыми руками, мы их не пощадим. Между нами кровь. Они убили очень много сирийцев. Пусть Бог прощает. Мы не простим. Когда черкесы заняли позиции в городе Мухайям, противники поумолкли. В атаку не ходят. Не успокаиваются только их снайперы. За моей спиной центральная улица этого города. Когда-то она была с арками и фонтанами. Теперь от всей этой красоты осталась только торчащая арматура. Вот эта искусственная стена, ее возвели военные. Она, собственно, делит улицу пополам. За стеной находятся террористы. Если ее убрать, то мы у их снайперов будем как на ладони. Смерть ходит совсем рядом. Иногда даже ближе, чем кажется. Здесь отвоевывают не дом за домом, а комнату за комнатой. Военные все время говорят нам, вот террористы в 200 метрах, вот они в 100 метрах, вот совсем рядом. Но здесь удивительный пример того, насколько близко находятся друг от друга противоборствующие стороны в городах. За этой светлой дверью, по словам Анзора, засели бандиты. Бойцы утверждают, что террористы даже слышат наши голоса. Одиночными выстрелами их пытаются выманить, но те не показываются, выжидают. Это самодельная граната. Берут патрон от крупнокалиберного пулемета, нашпиговывают его всякой дрянью, вставляют в фитиль, поджигают и бросают. Может немного ранить, может контузить, ничего страшного. Кавказская кровь, черкесы не боятся воевать, за это их здесь уважают. И несмотря на близость войны, народ чувствует себя под защитой. Я не знаю, какой они национальности, но они очень храбрые. Я думаю, что с такими сирийцами и с помощью России мы обязательно победим. Я уже старый, но я увижу эту победу. На той стороне еще остаются сотни террористов. Большинство прошло подготовку в специальных лагерях. Недостатков в боеприпасах у бандитов нет. Но отстречая мощное сопротивление, они быстро сдаются. У тех, кто воюет за деньги, отсутствует главное, что помогает побеждать. У них, как говорят на Кавказе, душка нет. Потому что они сражаются не за родину. Сергей Зянин, Алексей Шишкин, Игорь Львов. Первый канал. Сирия.